история трагически повторяется когда мы становимся свидетелями современного геноцида однако молчание средств массовой информации по этому вопросу оглушает армянский народ который пережил многовековые гонения из-за своей веры вновь подвергается жестокой кампании этнической чистки находясь в тисках азербайджана и турции бесчисленное множество армян переживает невыразимые ужасы гибель людей вынужденное перемещение голод и изоляцию от предметов первой необходимости это те же самые армяне чьи корни уходят глубоко в землю которую они называли домом на протяжении многих поколений я умоляю международное сообщество во всех странах принять быстрые меры протянуть руку помощи армянскому населению предложить им защиту в которой они отчаянно нуждаются и создать гуманитарный коридор для их безопасного проживания проход самое главное давайте немедленно примем дипломатические меры для обеспечения того чтобы эти изгнанные люди могли без промедления вернуться в свои законные дома обращаясь к армянскому народу который все еще страдает я призываю его не падать духом господь с тобой всем привет к вам приехал питер за in из колорадо сегодня 21 сентября и за последние три дня мы стали свидетелями того как 30-летняя история на кавказе рухнула в результате реформ так что здесь многое нужно распаковать во первых что такое кавказ здесь есть двойной ряд горных цепей которые находятся на сухопутном мосту соединяющим бывшее советское пространство в северной евразии с более классическими районами ближнего востока такими как иран турция и месопотамия сказал он эти горы по большей части тянутся с востока на запад на самом деле они служат серьезным препятствием для движения во всех направлениях и там есть несколько различных климатических зон если объединить климатические зоны с горами то получится множество второстепенных держав три из которых объединились в полусогласованные страны азербайджан армению и джорджия а затем их окружают три гораздо более крупные державы россия иран и турция сказал он а между очень маленькими этническими группами находятся три более крупные державы а затем конечно же три мега державы здесь всегда царил беспорядок в этой зоне даже у монголов были некоторые проблемы в любом случае геополитика в этой области была заморожена по крайней мере с 1992 года но возможно она восходит к началу советской системы и концу первой мировой войны но наконец все сдвинулось с мертвой точки и весь смысл этой серии состоит в том чтобы дать вам представление о том что нужно увидеть и где что-то скорее всего сломается потому что за последние несколько дней что-то очень очень сильно сломалось дело в том что азербайджанцы начали военное наступление на территорию контролируемую арменией территорию которую армяне контролировали с конца советского периода еще в начале 90-х годов по сути позиция армении полностью рухнула азербайджанцы похоже одержали безоговорочную победу так вот я бы сказал что принимая во внимание общую картину поражение армян всегда было неизбежным вот уже 30 лет после обретения независимости населения азербайджана было в три раза больше а экономика в четыре раза больше и это было до того как азербайджанцы стали крупным экспортером энергоносителей отправив около миллиона баррелей сырой нефти в день в европейском направлении прямо сейчас у азербайджана также есть лучшие партнеры у него есть свои этнические родственники в таких местах как турция благодаря этой энергии они довольно хорошо ладят с европейцами это рассматривается как обходной путь альтернатива русским которых европейцы теперь считают поджигателями войны так что идея о том что азербайджан займет здесь первое место на самом деле не является неожиданностью проблема в том что это заняло так много времени и все из-за русских стратегическая политика россии после окончания холодной войны была направлена на поиск групп которые она могла бы использовать превратить в сателлитов и вбить клинья в разные части общества или превратить в блокпосты в других в данном случае это безусловно самый главный аргумент русские дали армянам полную гарантию безопасности чтобы создать проблемы азербайджанцам чтобы азербайджан не смог выйти из-под влияния россии и стать возможно самостоятельной значительной второстепенной державой до тех пор пока армяне при поддержке россии могли оккупировать азербайджанскую территорию самая большая одну пятую часть всей страны азербайджану было трудно функционировать и это ставило под сомнение могут ли азербайджанцы вообще претендовать на те инвестиции которые были получены производства энергии которые у них есть сегодня сделал армению очень странным местом потому что когда у тебя есть парень снаружи который точно не заинтересован в твоем личном превосходстве просто использует тебя как пешку и ты знаешь что нет ничего ни экономического ни стратегического ни военного не даже дипломатического то что вы действительно можете сделать чтобы помочь себе вы как бы почиваете на лаврах таким образом за последние 30 лет армения не сделала ничего кроме того что стало беднее менее образованный и более коррумпированный люди с амбициями и навыками покинули страну но они продолжали активно участвовать в местной политике таким образом они отправляли деньги домой и оказывали влияние на свои новые родные страны чтобы заставить международные правительства оказать помощь армении таким образом диаспора за пределами армении стала очень очень активно в антиаз чрезванских операциях даже несмотря на то что до этого момента азербайджанцы были на стороне войны все это прекратилось по состоянию на 20 сентября азербайджан вернул себе все утраченные территории включая район под названием нагорный карабах который представляет собой кусочек горной территории где проживает около 100 армян которые как лучше всего выразиться считают нагорный карабах армянами националистами чтобы стать родиной армянского народа и сейчас она снова находится под контролем азербайджана и когда часть этих сил сдалась азербайджанцам они уже согласились на полную демилитаризацию и начались официальные переговоры которые на самом деле находятся на грани завершения о том чтобы официально включить эту территорию в состав собственно азербайджана без какой-либо автономии конечная вероятность здесь заключается в том что азербайджанцы сделают с армянами то же самое что азербайджанцы сделали с азербайджанцами и вытолкнут их вон чтобы им вообще не пришлось беспокоиться об ассимиляции этих людей позже в этом будет какая-то драма но на самом деле сейчас в игру вступили все экономические дипломатические стратегические военные факторы и карабахским армянам действительно некуда идти и почти наверняка они не смогут там остаться так вот это я так что давай посмотрим на карту хорошо вот здесь мы видим увеличенное изображение южного кавказа справа у вас есть юго-западный азербайджан а слева большая часть армении столица армении ереван находится прямо здесь на карте а российская военная база которая официально отвечает за обеспечение безопасности армении находится в местечке под названием руми и я прошу прощения армяне я собираюсь вырезать все ваши имена но на самом деле это не так на той стороне карты о которой мы будем беспокоиться прямо здесь так вот эти зеленые территории и аквамариновые территории это территории которые азербайджанцы уступили армянам в первых войнах которые произошли во время распада советского союза и завершились настоящей горячей войной в 1994 году и это территории на которые азербайджанцы смотрят с точки зрения международного сообщества так смотрите они захватили пятую часть нашей территории как ты можешь не встать на нашу сторону и ответом конечно же было то что армянское лобби а также соединенные штаты и франция очень очень могущественны как бы то ни было постепенно ситуация становилась все более напряженной пока не достигла кульминации в 2020 году после нескольких лет когда турки обеспечивали азербайджанцев военной подготовкой особенно беспилотными летательными аппаратами в 2020 году произошла молниеносная атака которая длилась менее месяца и практически уничтожила все армянские военные объекты оказавшиеся в зоне досягаемости азербайджанских сил в рамках соглашения прекращения огня армянам пришлось отказаться от территории окрашенных в зеленый цвет а азербайджанцы просто захватили аквамариновые территории и в результате этого нагорный карабах который представляет собой небольшую территорию оказался в значительной степени отрезанным здесь внизу есть небольшой участок называемый коридором лакана и это был единственный путь по которому армяне могли доставлять припасы и вывозить их и вот за последние два года азербайджанцы восстановив контроль над территорией дороги начали нападать на эту точку доступа это очень-очень гористая местность на этой карте очевидно все выглядит плоским но азербайджанцам было очень легко ограничить доступ к этой местности и сегодня здесь не только нет функционального подъездного пути но и нет электричества которое поступает в карабах что очень и очень облегчит азербайджанцам принуждения армяне карабаха должны бежать в саму армению или в другие места так что вся эта зона которая сейчас является отвоеванной территории принадлежит азербайджану по международному праву и так было всегда но сейчас она находится под фактическим контролем и они собираются формировать культуру этих районов по своему вкусу действительно без особых проблем со стороны кого-либо еще конечно то что эта война закончилась еще не означает что все войны закончились а что касается следующего трюка то азербайджана есть еще одна проблема здесь есть один эксклав который называется ничего извините азербайджанцы я тоже буду неправильно произносить ваши имена и опять же это международно признанная часть азербайджана но как вы можете видеть она никак не связана физически здесь есть небольшая полоска соединяющая ее с турцией и на самом деле они связаны только с внешним миром потому что там есть де-факто эмбарго действует в обоих направлениях вдоль всей этой границы а также вдоль всей этой границы так что следующим этапом для азербайджанцев будет установление определенного контроля над этой дорогой здесь или может быть даже над этой дорогой здесь чтобы получить прямой и непрерывный доступ к своему анклаву теперь правительство армении осознает насколько сильно они влипли потому что здесь кое-что изменилось во-первых турки положили руку на чашу весов с помощью этих беспилотных летательных аппаратов и это то с чем армяне вообще не могут смириться во вторых русские которые по крайней мере номинально были гарантами безопасности армян в течение последних нескольких десятилетий в некотором роде заняты в украине на самом деле они сократили численность своих войск в армении и доказали свою полную неспособность помочь армянам вообще так что если вы находитесь в армении и понимаете что ваша восточная граница с азербайджаном заблокированы и враждебно ваша западная граница с турцией заблокированы и враждебно а ваша северная граница была с грузией которая в лучшем случае сохранить нейтралитет и азербайджанцы подумывают о том чтобы прервать эту связь с ираном который является вашим последним оставшимся выходом вы находитесь на грани выхода к морю и окружены враждебными государствами со всех сторон это невозможно для страны с населением менее трех миллионов человек и без какой-либо экономики о которой можно было бы говорить так что они знают что им пришлось отказаться от нагорного карабаха они знают что должны принять условия азербайджана они знают что должны проявлять инициативу предлагая азербайджану доступ к другому анклаву а это значит что внезапно регулярные турецкие войска могут пройти через анклав через южную армению в азербайджан и обратно они понимают что само существование армении как государство сейчас находится под физической угрозой и только если они будут действовать очень энергично то смогут отдаться на милость своих потенциальных завоевателей вот в чем проблема это очень трудное положение для меня так что правительство армении должно приложить все усилия чтобы найти способ заставить это сработать потому что если они будут ждать пока азербайджан будет готов к следующему конфликту то их накроют из шланга таким образом правительство армении не просто спокойно смирилась со всеми обстоятельствами которые их окружают и не только ведет переговоры с турками нормальных отношениях но и приступила к ратификации конвенции международного уголовного суда с их точки зрения идея заключается в том что по крайней мере таким образом мы создадим систему международного права которая могла бы защитить армению как государство и армян оставшихся в карабахе с помощью какого-то международного правового иска это немного сложно но это все с чем им нужно работать потому что русские теперь бесполезны но в рамках ратификации мусс это означает что они должны соблюдать такие вещи как ордера на арест который выдает мусс и ордер на арест был выдан никому иному как президенту россии владимиру путину и я уверен я уверен я уверен что некоторые из вас ребята скоро начнут показывать фильм о соединенных штатах в этом фильме соединенные штаты не являются участником международного уголовного суда это касается всего остального мира потому что знаешь когда ты начинаешь войну начинаешь бомбить мирных жителей и устраивать клиники для изнасилований это обычно считается незаконным и поэтому гарант безопасности армян сейчас объявлен в международный розыск и единственный путь для армении вперед который они видят это полный разрыв отношений с русскими это то что они могут сделать потому что у них нет выбора опять же они окружены потенциально враждебными странами по иронии судьбы единственный способ которым русские могут вести и вывести свои войска это пройти через эти враждебные страны азербайджан и скорее всего грузию но у грузин тоже есть территории которые акупируют русские так что это не совсем то к чему грузины действительно стремятся вот как это выглядит когда история снова начинает двигаться вот уже три десятилетия русские держат все это в узде и вот все это внезапно вырвалось на свободу и это не единственное место где российская власть терпит неудачу и позволяет бревенчатому затору наконец вырваться на свободу это не единственное место где мы будем наблюдать быстрые исторические сдвиги уровня а что касается следующего то мы должны обратиться к чему